всем здравствуйте рада приветствовать вас в прямом эфире сегодня у нас очень интересная тема с вами акригель и работа верхними формами очень многие давно просили еще эфиры по верхним формам как вы знаете не так давно у нас вышли они уже в продажу наши верхние формы эйми поэтому сегодня мы с вами будем разбираться для чего они нужны как ими работать чем ими работать я вам все расскажу покажу сегодня у меня будет модель я буду делать не на себе я буду делать на модели чтобы все наглядно было понятно будем разбираться с вами переворачиваемся не будем долго ждать и и начинаем сначала мы с вами посмотрим сами формы расскажу чем работать и дальше мы уже приступим к подбору формы на модель и расскажу как лучше их выбирать всем доброе утро всем кто присоединяется доброе утро и так верхняя форма как они выглядят они выглядят вот таким образом вышло у нас два варианта верхних форм это секунду это у нас классика это у нас миндалевидные формы и формы универсальные классический изгиб два формата смотрите чем отличаются понятно даже здесь форма самой верхней формы она миндалевидная в принципе вы можете ей делать при помощи этой формы и миндали миндаль и квадрат здесь не имеет значения единственно квадрат конечно получится небольшой длины потому что форма потом начнет у вас сужаться так сейчас выключу фильтр чтобы у нас не было искажения цветов форма потом начнет сужаться и естественно здесь квадрат лучше делать небольшой длины или это уже будет больше балеринка чем квадрат классические верхние формы классический изгиб он подходит в принципе и для моделирования квадрата и для моделирования овала миндалевидных ноготочков здесь тоже в принципе можно моделировать любую форму стоимость стоимость упаковки 1000 рублей соответственно плюс ваша скидка на сайте они уже есть в наличии они уже в продаже везде они уже вышли вот таким образом они выглядят в одной коробке получается 140 штук вот такие замечательные вышли формы подбирались они достаточно прям тщательно вы знаете что у нас вышел курс работа с верхними формами моделирования на верхней формы соответственно подбирались они таким образом чтобы было комфортно удобно работать с помощью чего мы с вами работаем с верхними формами это наши замечательные акригели акригели у нас перри выпущены вот в таких тубах был большой запрос именно на тубы и мы их перевыпустили в тубах есть цвета которые остались есть оттенки новые из тех которые у нас были это cover и глаз вот эти вот два оттеночка из тех которые у нас соответственно новые это дастероус milk и карамель консистенция акригелей очень комфортно для работы обожаю акригель вот честное слово руку на сердце просто его обожаю потому что им можно сделать то что ты не сделаешь обычным гелем на самом деле даже какой-то момент задумывалась над тем чтобы пойти отучиться на акрил потому что конкурсное моделирование арочное моделирование там что-то еще но вот просто хотелось более жесткий материал и тут ну наверное кто-то в компании меня услышал и были вышли акригели они очень комфортные не по консистенции чем-то напоминают акрил работаем мы им как с гелем сушим в лампе полимеризуем все это в лампе белый он пока еще есть в старом формате в старых упаковках старых баночках он еще есть в наличии с универсальными формами вы работаете точно так же как и с обычными вы должны подбирать но в смысле как с миндалевидными вы должны подбирать форму под ноготок клиента вы знаете что давайте вот конкретно на нашей модели покажу у нас достаточно у модели арочные ноготочки видите да то есть присутствует арка они не плоские они не трамплиновидные то есть они достаточно арочные если грубо говоря ноготочки отрастают они начинают клевать вниз вот здесь вот наглядно прям видно да ноготочки начал отрастать и он видно что начинает смотреть вниз то есть такие ноготочки мы всегда приподнимаем мы когда их корректируем мы всегда их приподнимаем визуально кто-то визуально кто-то докладывает свободный край прям поднимает конкретно это ноготки считаются достаточно с большой арочкой соответственно на такие ноготки смотрите как мы подбираем форму идеально подходят миндалевидные единственная размер нужно подбирать конкретно под под этот ноготочек миндалевидные подходят у них изгиб видите более такой прямой классические классический изгиб он тоже подходит но есть одно но вы видите что у классических форм более ярко выраженный изгиб он идеально подойдет на ровные ноготочки более плоские чем у нашей модели то есть для таких для таких клюющих вниз ноготочков если мы будем подбирать такую форму мы можем их брать можем но мы с вами не сможем здесь сделать ей достаточно длинные ногти достаточно большую длину почему потому что свой ноготок арочный и когда мы будем еще арочную форму подставлять то у нас ноготок просто уйдет вниз на такой большой длине соответственно эту мы форму можем использовать мы можем смоделировать но больше как укрепление и небольшая длина я могу ей сейчас сделать либо удлинить немного сделать овальчик либо сделать квадратик допустим но тоже немного немного удлинив то есть сильно большой длину квадрата я не могу сделать потому что они будут клевать соответственно не будут отрастать и они у нас клюнут вниз то есть вы должны подбирать форму вы должны иметь в запасе всегда несколько вариантов изгибов вы должны подбирать форму всегда под конкретного клиента у кого-то трамплиновидные вот на трамплины это вообще будет идеальный вариант мы можем смоделировать тут хоть я не знаю там хоть до последнего деления длину и у нас будет все супер смотрите если трамплиновидные ноготочки вы видите то есть ноготок сам по себе приподнят ложе приподнята и мы с вами моделируем любую в принципе длину и миндальчик все здесь будет супер для вот таких ноготочков видите арочных больше подходят именно формы изгиб миндалевидный такие понятно да то есть вы должны иметь всегда варианты которыми вы можете работать с клиентами которые вы можете подбирать под каждого клиента даже классические вообще на самом деле классический изгиб он бывает разный мы выбирали самый удобный формат он вообще бывает на самом деле разные поэтому одним вариантом изгибов если вы работаете постоянно со всеми клиентами верхними формами сразу говорю вы не обойдетесь то есть вас должен быть выбор который вы будете индивидуально подбирать под каждого вашего клиента дальше как мы работаем при помощи чего мы работаем мы работаем конечно с акригелем при помощи очищающего спрея многие спрашивают можно ли работать при помощи обычного евроклинцера да вы можете работать с евроклинцером но он более агрессивный и смотрите чтобы акригель у вас не плыл от него если вы долго будете его выкладывать постоянно смачивать кисть то евроклинцер может растворять акригель очищающий спрей это самый самый щадящий вариант из всех жидкостей очень удобно то что ну не надо дополнительно в арсенале что-то иметь очищающий спрей в принципе он есть я думаю что практически у каждого мастера так или иначе опять-таки пробуйте свой вариант свой очищающий спрей но антисептик грубо говоря смотрите как он у вас будет работать с акригелем эфир конечно мы будем сохранять девочки сохраняется эфир в ленте через какое-то время эфир просто плавно перекочует в закладочку эфиры видели да там закладочку такой знак play туда все перемещаются эфиры ну они просто из ленты из общего вида уходят убираются и там они остаются всегда ничего не удаляется не переживайте так ну что поехали я специально не до подготовила ноготок чтобы это делать сейчас чтобы подобрать форму которая нам необходимым хотите сделать классический давайте сделаем с вами классический изгиб если есть запрос без проблем но просто сделаем тогда небольшую длину как подбирается форма как правильно подобрать форму во первых мы смотрим с вами по ногтевому ложе если ногтевое ложе ровненькая достаточно ноготочки не арочные то в принципе у нас форма станет хорошо и станет практически вплотную кутикуле какой-то зазор мы обязаны сделать хотя бы один миллиметр до для того чтобы потом вам можно было спокойно подобраться к зоне выкладки материала и все хорошо тщательно опилить если вы подведете вот таким вот образом это у нас не типсы если вы подведете вот таким вот образом форму скорее всего часть материала у вас все-таки выдавится и у вас все это затечет под кутикулу что в результате получится вы будете пытаться все это оттуда выпилить соответственно либо повредите кутикулу либо еще хуже все это там останется и в результате в конечном итоге пойдут отслойки форма подбирается с небольшим запасом здесь в этих наборах смотрите вариант так фокус фокус в этих наборах очень огромный выбор форм здесь как есть самые маленькие на самые маленькие ноготочки а поверьте есть такие ноготочки есть клиенты у которых просто мензурочные пальчики особенно мизинчики у меня были такие клиенты и на самом деле это была прям семья у них ну у всех прям вообще крошечные пальчики крошечные ноготочки были и мизинчик соответственно представляете да я его даже не могла держать в руках но настолько был маленький также есть формы более конечно крупные потому что клиенты с крупными ноготочками тоже к сожалению есть за к сожалению или к счастью но тем не менее они есть подбираем смотрите здесь я взяла это номер шесть и я вижу я вижу что у меня номер шесть она в принципе садится вот здесь хорошо но за счет того что у меня есть парочка у меня сбоку если я поставлю ее видите у меня точки в роста не совсем перекрываются если я вот здесь перекрываю точку в роста то здесь она оголяется такого быть не должно иначе у вас будет здесь потом дырочка соответственно чем это грозит тем что у нас ноготок сломается верхние формы до девочки это верхние формы либо арочные верхние формы для арочных ноготков арочные верхние формы так давайте я прикреплю комментарии верхние формы чтобы видели какая у нас тема поэтому шестерка мне не подходит я должна выбрать форму чуть чуть крупнее или смотрю это наверное не шестерка это наверное девятка да вот и не видеть это девяточка соответственно соответственно мы пробуем восьмерку семерка будет крупная очень вот видите ноготок кажется что форма очень крупная но по факту смотрите у нас только таким образом мы с вами закрыли все все наши точки в роста понятно чем я говорю да то есть подобрать нужно таким образом чтобы когда у вас материал внутри будет еще материал не забывайте то есть форма подскочит по любому чтобы у вас тщательно все прикрыто было берем акригель выбираем очищающий спрей мне очень нравится наливать прям вот так вот колпачок это очень удобно это очень удобно обязательно должна быть у вас влажная салфеточка чтобы вы излишки промокнули как их очищать просто протираете можно влажной салфеткой если сильно загрязненная возьмите там обезжиривателем протрите изнутри аккуратненько форма многоразовые форм много до девочки при том при всем что это не типсы вы же понимаете так телефон что-то у нас балуется вы же понимаете это не типсы у нас с вами у нас с вами эти формы они не одноразовые вы не не будет такого что вы приклеили выбросили все формы служат очень очень много раз поэтому здесь с этим все замечательно у вас этой упаковки хватит я не знаю насколько как мы подготавливаем ноготочек мы шлифуем с вами его также как и под гелевую систему также как под гелевую систему я зашлифовала ноготок я маникюр сейчас делать не буду в любом случае тратить на это время отвлекаться я не буду при том при всем что если у нас присутствует с вами опил я думаю что любой мастер кто работает с гелями знает что у нас маникюр идет после после процедуры опила то есть вы подготавливаете ногтевую пластину шлифуете убираете птериги фрезой и далее уже выкладываете материал и только после того как в материал опилите вы можете приступать к процедуре маникюра если вы выкладываете без опила в технике без опила тогда вы можете маникюр сделать сразу но если вам потребуется опил маникюр должен быть только после иначе вы свеже срезанную кутикулу просто убьете в хлам все зашлифовали здесь у нас был другой материал поэтому я выравниваю да вот специально видите подготовила модельку это рабочая моя моделька я попросила ее прийти пораньше чтобы мы с вами поработали в эфире конкретно на клиенте учиться можно девочки учиться можно покупать недорогой акригель но если вы начали работать с клиентом материал должен быть хороший поверьте мне как мастеру с большим опытом на дешевом материале хорошую клиентскую базу платежеспособную клиентскую базу вы никогда не выстроить потому что дешевый материал он будет соответственно дешево носиться дешево стоять будут проблемы постоянно и клиенты не будут к вам приходить постоянно они не будут задерживаться поэтому если вы хотите выстроить сразу систему с постоянной клиентурой вы должны изначально покупать качественные материалы да это более дорогостоящее но тем не менее мы с вами смотрим в будущее и понимаем что это все окупится у вас будут клиенты которые соответственно потом станут вашими постоянными клиентами на многие многие годы а в нашей сфере также как под парикмахер и ресницы мы понимаем с вами что действительно постоянный клиент он приходит к нам не на один раз не на два раза и даже не на три раза если клиент прибивается к мастеру это на годы девочки потому что найти хорошего мастера под себя бьюти сфере достаточно сложно и когда клиент вас находит когда ему нравится ваша работа он с вами будет очень долго у меня некоторые клиенты уже ко мне ходят по 7 и более лет девочки такие есть до приходят новенькие но есть клиенты при том сейчас у меня клиентская база уже не такая большая потому что ну мне параллельно есть другие скажем таки работы поэтому даже сейчас у меня клиенты есть те которые со мной уже очень-очень много лет и они вот скажи что я перестала работа девочки не пойдут к другому мастеру не снимут но есть такая клиентка которая мне изначально сказала ты вот что хочешь со мной делай если ты перестанешь работать я просто не буду делать ногти все поэтому здесь для того чтобы что-то дома отработать там на себе на модели вы можете конечно брать недорогой материал попробовать потестить но если вот конкретно работа с клиентами то только только качестве серии убрали весь маникюр как я уже сказала буду делать после мы его делать не будем соответственно чтобы не тратить время а почему клиенту должно быть больно когда я выкручиваю палец девочки вообще у нас у клиентов крутятся пальцы на 180 градусов ну как бы спокойно смотрите я и вот так дай ручку я и вот так могу взять клиента если допустим мне нужно что-то сделать с этой стороны клиент тебе не больно не больно руки крутятся у клиентов в эту даже сторону крутятся в эту сторону поэтому не бойтесь если у вас у клиента не крутится пальчик значит у него напряжена рука мы созданы таким образом что нас ручки спокойно крутятся и если вы выкручиваете пытаетесь повернуть пальчик взять захват по-другому а пальчик не поворачивается 100% у клиента напряжена рука, просто просите расслабить, и у вас пальчик, даже большой пальчик, когда, ну тут у нас не смотрите, супер-супер материал, даже большой пальчик, когда вы пытаетесь развернуть, и он не разворачивается, клиент пытается вам как-то помочь, вы ему просто скажите, расслабьте, он расслабляет, и пальчик поворачивается туда, куда вам нужно. Поехали, подготовили, обезжириваем, то есть, как вы видите, стандартная подготовка, ничего какого-то там сверхъестественного я не делаю, везде стандартная подготовка, как для гелевой системы, зашлифовали именно пилкой, Я спилила все под ноль, потому что мне нужно нарастить. Если вы оставите материал, вот здесь у вас либо может быть ступенька, либо у вас просто-напросто будет потом, особенно это касается маникюра, нюдового маникюра, когда вы делаете а-ля натурель, или маникюр под френч, Если вы не все спилите, у вас могут быть просветы, пропилы так называемые, когда у вас вроде бы материал вы не допилили, а нижний материал другого цвета просвечивается, кажется, что здесь вы уже перепилили, То есть, такой момент, вот эти просветы, это, ну, неприятная тема, особенно в конце, когда вы уже вроде бы все попилили, все завершили, смотрите, а френч сделать, вам нужно еще перекрыть, как минимум, камуфлирующей базой ноготок, потому что там просвечивает нижний вариант. Поехали. Поэтому, да, ну, по факту мы наращивание делаем, когда в основном, когда, в большинстве случаев, когда клиент приходит на перенаращивание ноготочка. Ультрабонда не вижу. Смотрите, Нейл Преп, это дегидратор, помогает дополнительно удалить влагу с ногтевой пластины. При моделировании я могу пройти весь ноготок. И дальше ультрабонд. Так, ультрабонд, это грунтовочный материал. Он служит для сцепки ногтевой пластины с покрытием. Он работает как двухсторонний скотч. При моделировании мы его наносим стык в стык, тонко на весь ноготок. Сушим на воздухе. Сушим на воздухе 30 секунд, одну минуту. Какой цветок ригеля? Самый натуральный. Мне нравится очень кавер. Он универсальный, прям универсальный. И он очень многим подходит клиентам. Если ногтевое, ну кожа рук, ногтевое ложе более такой, знаете, как эффект загара, более такой вот загорелый вариант, то очень хорошо подойдет карамель. Она такая, знаете, вот больше бежевата. Если у вас кожа рук более розовая, то вот дастероус хорошо подходит. В принципе, я очень люблю глаз Акригель. Я очень люблю Акригель Милк, потому что он такой прям красивый молочный цвет имеет. И очень люблю кавер. Он самый такой универсальный прям. У него очень красивый оттенок. Так, дальше мы наносим обязательно базу. Базу я люблю гелевую. Для гелевых ногтей я люблю гелевую базу. Можно использовать бейс-гель, конечно. Она тоже подходит. Жидкая наша база. И для гелевого моделирования она хорошо подходит. Но я вот как гелевик. Такой прям до мозга костей гелевик. Я люблю все-таки под классику-классику. Супер бонд гель. Шикарная классическая база. Наносим с отступом полмиллиметра. И сушим в лампе. 30 секунд, 1 минуту. Наращивать акригелем можно, нужно, девочки. Акригель это идеальный, идеальный просто материал для моделирования. Он идеален для коррекции, для моделирования. Я его обожаю для ремонта ногтей. Просто незаменимая вещь. Это вообще есть пробники 5 грамм. Да, есть пробники, баночки. Я вам сейчас ее покажу. Смотрите, есть пробные баночки для того, чтобы попробовать оттенки, попробовать консистенцию. Есть вот такие вот баночки, 5 граммовочки. Очень удобный формат именно для того, чтобы попробовать. Да, что еще хотела сказать. Очень много вопросов поступает по поводу акригеля, по поводу тубы. Когда акригель заканчивается, как его использовать? Во-первых, мой совет вам, как мастера-мастеру, держите акригели всегда вот в таком формате. Всегда стоя. Не держите их в лежачем положении. Почему? Акригель так или иначе, он все равно, ну как бы, как сказать, не стекает, да, он не течет, но он все равно перераспределяется вот в нижнюю часть тубы. Поэтому всегда старайтесь держать его таким образом, чтобы он весь был распределен вот в этой части, в нижней, чтобы вам было удобно работать. Дальше, когда у вас акригель заканчивается, что делать? Неудобно выжимать. Смотрите, ну тоже у нас такой рабочий уже формат. Есть выжиматели. Их масса вариантов, масса. У нас вот раньше продавались вот такие выжиматели для краски. То есть вы вот таким образом ставите его и начинаете прокручивать. Но я сейчас не буду насильно прокручивать, потому что у меня тюбик полный. Понятно, да, вот держите и прокручивайте. А акригель можно выдавить до последней капельки. Сейчас этих выжимателей в наличии у нас в продаже нет, но они есть на всевозможных пабликах, там, я не знаю, маркетплейсах. Вы можете найти. Они бывают разного формата. Просто наберите выжиматели для туб, для красок, без разницы. Их можно найти везде. Поэтому, в принципе, вот кто давно работает с материалами, кто работал еще с нашими красками в тубиках, я думаю, что такие выжиматели у вас есть в наличии. Так, все, поехали. Ну, давайте возьмем акригель кавер, такой универсальный вариант, и апельсиновая палочка. Идеальный вариант для работы с акригелем, который есть у любого мастера. Берем капельку, сколько брать акригеля, вы приспособитесь только в процессе работы. Невозможно понять это изначально. Можно сразу, кстати, выдавить вот сюда. Я вижу, что мне в любом случае будет мало, и я могу добавить. Чем классно акригель в тубах, смотрите, я его беру столько, сколько мне нужно, я не намешиваю там пузыри, я не выгоняю это по баночке, хотя, в принципе, у меня это никогда проблем не вызывало. Так, фокус. Но, тем не менее, я знаю, что некоторым неудобно было в баночке этот акригель доставать. И поехали материал распределять. Распределяем материал всегда так же, по принципу такому же, как у нас изначально в моделировании заведено. То есть, возле кутикулы боковых валиков у нас самая минимальная толщина акригеля. Соответственно, мы сюда сводим материал на нет. И в точке апекса у нас должна быть максимальная толщина. Количество акригеля лучше все-таки вам самим приспособиться понять. Ну, не лучше. В любом случае, я вам не могу сказать, сколько конкретно брать акригеля. Вы должны сами это понять при работе. Взяли меньше, чуть-чуть убрали. Взяли больше, чуть-чуть убрали. Взяли меньше, чуть-чуть добавили. Ничего страшного. Распределяем прям его равномерно. Кутикуле сводим на нет. Я могу примерить. Не забывайте, что он у вас еще выйдет. Выйдет сюда за рамки. Поэтому длину старайтесь делать либо прям под расчет, либо чуть меньше. Потому что вам все-таки потом нужно будет еще распределить материал. Когда вы поставите форму, у вас немного материал выйдет за границы. По-любому. Как мы договорились, я длину не буду делать большую. Я просто делаю небольшое укрепление. Тубы хватает надолго, девочки. Особенно при маленькой длине. Поверьте. А акригель, который пятнашки были у нас в баночках, мне хватало очень надолго. Ну, я плюс, я не наращиваю, все время не делаю моделирование, коррекцию. Все время акригелем. Все время. То есть у меня акригель для таких вот особых клиентов. Смотрите. Я ставлю в зоне кутикулы и потихонечку, потихонечку я кладу, кладу на ноготок. Если у вас в этой части ноготок достаточно широкий, старайтесь даже сводить немножечко вниз форму, чтобы сильно не затекало все под кутикулу. Выровняли. Переворачиваем. И смотрите, у нас здесь материал, который вышел за пределы формы, и мы его должны выровнять, распределить. Вот почему я вам говорю, что сильно длину здесь вы не выставляете, потому что у вас все равно материал лишний будет снизу, который вы должны будете распределить, обязательно разгладить. У вас длина в любом случае, видите, увеличится. То же самое апельсиновой палочкой либо кисточкой вы убираете остатки, излишки по бокам. Тщательно проверяем все на прокрытие всех наших точек в роста. И можем подсушить ноготок. всегда перед тем, как подсушить, старайтесь также убрать лишний материал, чтобы меньше потом вам это все пришлось опиливать. выравниваем и в лампу. Аккуратно. Я поэтому и говорю, мы сейчас сделаем небольшую длину, у нас будет небольшая длина, на арочные ноготочки лучше брать, лучше брать формы миндалевидные, когда у вас достаточно большая арка, брать формы лучше миндалевидные, если вы хотите длину сделать. Если вы хотите просто небольшой свободный край придать, до нарастить, тогда да, можно. Если вы хотите сделать прям длину, то лучше брать миндалевидные формы на арочные ногти. Видите, они более такой формы, идут прямой, более у них ось прямая идет. Поэтому здесь подбирать нужно под каждого клиента. Я не прищепляю. То есть, в принципе, вы положили и вы можете... Давай ручку. Вы можете потом это все еще немножечко, немножко подзажать, пока у вас материал не прям остыл. Вы можете немножечко подзажать. Форма убирается достаточно легко. То есть, взяли, сняли и немножко по бокам вот здесь вот свободный край подзажали. Но, опять-таки, у меня длины практически нет и зажимать мне сильно тоже нечего. Я еще раз говорю, у нас арочные ноготочки, поэтому форма у нас получается будет смотреть в любом случае вниз. Я вначале... Пересмотрите потом эфир. Я вначале вам отвечала на этот вопрос. Если вы хотите длину более-более, единички, двоечки на арочные ноготочки, берите все-таки другой вид форм. Те же миндалевидные, потому что ноготок арочный. И если вы построите, выстроите длину больше, то у вас, естественно, все клюнет. Если вам длина нужна небольшая, то можно использовать эти классические. Поджимаем где-то через 20-30 секунд. То есть 30 секунд промежуточная просушка. Ну, то есть вот как клиенту перепекло. Достаете ноготочек и немножечко поджимаете. Слегка, смотрите, не переусердствуйте, потому что горячий материал, он прям такой податливый. Слегка поджали и дальше досушиваете. Вот он ноготок. Просушиваем одну минутку и дальше производим опил. Смотрите, если форма для ногтя, вот у меня, допустим, ногти, они очень узкие сверху и немножечко трапеции расширяются. Хотя форма длинная, красивая, но все равно немножечко трапециевидная форма. Мне такая форма, если я буду ставить на свои ногти возле кутикулы, она будет мне очень широкая. Очень широкая. Поэтому я спускать буду немножечко ниже форму. То есть где-то вот на две трети, даже на половину ноготочка выстраиваю архитектуру. И потом просто здесь я могу без опила, уже после опила, без опила доложить материал, в принципе, который подходящий, тот же ньют гель, из флакона гель, без разницы. Просто от кутикулы немножечко домоделирую другим гелем. Это если у вас очень узкие вот здесь ноготочки. Понятно, да? То есть здесь у нас, вот видите, прям вплотную подошли мы. А если, соответственно, у нас ноготок здесь будет еще уже, то форма будет широкая для такого ногтя. Понятно, да? Все, обезжириваем и поехали опиливать. Опил, в принципе, стандартный. Нам немножечко снять с вами. Перед тем, как опиливать, всегда пройдите и проверьте, чтобы... Так, что-то у нас с палочкой, с апельсиновой случилось. И проверьте, чтобы у нас нигде кожа не прилипла, чтобы клиенту не было дискомфортно и больно. Вы не повредили ему потом кутикулу. Все, отделили. И дальше любой фрезой вы можете вот такой фрезой это сделать. У нас есть вот такая фреза. Смотрите, скошенная, конусообразная. Видите, такой вот фрезой очень удобно тоже пройтись. Есть такая фреза твердосплав. Ей очень удобно пройтись. Есть всевозможные фрезы твердосплавные вот такого формата. Тоже можно ими пройти и снять остатки. У нас верхние формы наши Эми. Компания Эми, наша компания выпустила новые формы, верхние формы. Сейчас у нас как раз идет работа именно с ними. Миндаль, да, я все это вначале объясняла, когда мы подбирали форму под ноготочек, пересмотрите потом эфир. Вначале мы об этом как раз-таки разговаривали, что вот для каких вариантов можно классические, для каких вариантов можно миндалевидные подбирать формы. Легка убираем излишки, остатки. Они все равно будут у вас. То есть в этом нет ничего страшного. просто опиливается. Если я выхожу из камеры, прошу прощения, потому что не совсем удобно. Вот вижу здесь материал чуть-чуть к валику прилип. я его отодвигаю, чтобы не повредить клиента, не травмировать кожу. Особенно, если в окне, наиболее, уже есть маникюр. все. И дальше пилкой мы уже придаем форму и допиливаем. Здесь я могу сделать, в принципе, овальчик, могу сделать квадрат. Можем мягкий квадрат сделать, можем сделать четкий квадрат. Здесь уже смотрите, что вам больше нравится. параллельки выстраиваем. Особенно на квадратиках у нас параллельки должны быть все четко на своем месте. Четко. Зная технику, технологию пилить практически не нужно. То есть, вы допиливаете, конечно, форму, но все равно у вас опил будет минимальный. Ну, смотрите, у нас ноготок, по факту, видите, он тоненький, он красивый, и в принципе, в принципе, тут, ну, как бы, зашлифовать, подровнять надо, и все, по факту. не будет такого прям жесткого опила. Я полюбила опил, девочки, кто не любит опил, вот прям рекомендация, полюбила опил после подготовки к конкурсам. Я раньше очень не любила пилить, для меня это была какая-то каторга, пилкой пилить именно. Я старалась максимально все делать аппаратом после подготовки к конкурсам, к первому моему конкурсу, я поняла, что мне больше, во-первых, это не составляет труда, во-вторых, мне нравится сам процесс, мне нравится наблюдать, как у нас вот эта вот груда материала превращается в красивую изящную форму. Если у вас проблемы с постановкой нижних форм, то верхние формы на самом деле могут стать для вас спасением. смотрите, вот небольшая длина, небольшая длина, небольшая длина, видите, ноготочек, так, ану-ка, ручку подвинь, ноготочек не клюет, видно, да, мы его поставили таким образом, что на небольшую длину ноготок сейчас как раз идеальная арочка, идеально везде все соблюдены параллельки, все классно, если вы длину попробуете сделать чуть больше вот именно на таком изгибе, то у вас тогда может клюнуть поэтому главное понимать, что вы делаете формы, как я уже сказала, лучше иметь оба варианта в запасе, потому что на каждого клиента вы должны индивидуально будете подобрать и изгиб, и длину, и все, вот, все индивидуально абсолютно, это наш красивый красивый ноготочек, люблю немножечко зауженные вот здесь квадратики, потому что когда мы с вами покрываем все потом краской или гель-лаком цветом, когда мы покрываем топом, особенно если мы будем рисовать френч, у нас ноготок всегда еще расширяется визуально, поэтому люблю чуть-чуть вот здесь подзалжать ноготок, на большую длину на арки лучше подобрать все-таки миндалевидные формы девочки, ну, на арки грубо сказано, да, арки, на более арочные ноготочки лучше подобрать миндалевидную форму, и там вы можете чуть подвытянуть, видели, да, я вам показывала, что миндалевидная форма, она чуть-чуть другого изгиба, видно, да, формы на самом деле и те, и те, они очень классны, кому-то идеально подойдет эта форма, кому-то идеально подойдет та форма, чуть-чуть изнутри можно переворачивать, выровнять материал, если есть необходимость подобрать толщину, ну, как правило, тут минимально у нас прям опиливать нужно, если вы кисточкой все хорошо разгладили, и любой тонкой фрезой любой тонкой фрезой вы изнутри еще можете возле точек роста материал выпилить, толстой неудобно, смотрите, ноготочек, ноготочек у нас получился очень даже красивенький, очень даже привлекательный, вот оно, наше моделирование, можно скруглить немножечко уголки, если клиент хочет мягкий квадрат, ну, то есть, видите, да, по факту я тут практически не пилила, мы больше с вами сидим разговариваем, все, покрываем, покрываем чем угодно, и наш ноготочек готов, я пилить могу долго, я могу пилить, 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 то есть, я найду к чему прикопаться, мне вот в работе с клиентами всегда нужно следить за временем и свой перфекционизм убирать очень-очень глубоко, потому что я по факту даже уже идеально выпиленный ноготок могу пилить еще полчаса точно, я найду, что попилить, поэтому после этого все вы делаете маникюр, шлифуете, покрываете цветом, и в принципе все у нас готово, так, ну что мы сделаем, да, это кавер, мы использовали сегодня акригель кавер, что мы тут сделаем, давайте какой-нибудь нейлдресс, что ли, приклеим, что-нибудь интересное, можно зашлиповать, для того, чтобы было удобно, басом, чтобы удобно было дальше работать, и все, пыль убираем, все, обезжириваем ноготок, и работаем, вот он, вот он наш фокус, красавчик, и сверху мы уже делаем все, что хотим, так, ну, какой цвет возьмем, какой цвет возьмем, ну, давайте покроем чем-нибудь из новой коллекции, у нас здесь есть очень классные новогодние оттенки, очень классные, давайте вот возьмем светлый, чтобы можно было приклеить еще какой-нибудь nail dress, светлый это 329, такой вот, смотрите, блестки, классные, красивые, очень, фокус, очень люблю эту коллекцию даже под матовым топом, очень люблю, можно покрыть его, в принципе, в один слой, подвести сразу под кутикулу, потому что нам здесь сильно плотный цвет, в принципе, не нужен будет, отодвигаем кутикулу, смотрите, видите, несмотря на то, что у нас вроде бы блестки, так, копнули, у нас цвет можно подвести под кутикулу кистью даже, даже кистью, покрыли в лампу и берем какой-нибудь нейлдресс, давайте что-нибудь не новогоднее, потому что у нас последнее время все новогоднее, новогоднее, прям, прям, все новогоднее, давайте сегодня сделаем что-нибудь не новогоднее, хотя новый год уже на самом деле прям, прям за дверь, прям стучится он к нам, прям стучится, стучится, я хочу вот такой вариант какой-нибудь вырезать несмотря на то что у нас там блестки блестки у нас уйдут на дальний план после покрытия после покрытия топом матовым блестки будут такие слегка заметные и давайте сделаем сюда слайдер топ топ для крепления слайдера покрыли тонко-тонко лампу вырезаем нужно мне участок вырезаем нужный нам участок что-то что-то тут какая-то переписка такая прям я не успеваю прочитать коллекция божественная согласна большая длина акригелем шикарно носятся девочки мы акригелем делаем арочное моделирование я делаю себе арки на полную форму а на минутку у нас формы сейчас кто видел наши новые формы у нас формы сейчас смотрите на минутку практически на 15 единиц я могу всю длину выстроить акригелем и у меня будет носиться шикарно просто акригель он железобетонный так мне нравится вот такой вариант я вырежу вот так вот посмотрю сейчас как его расположить расположить люблю вот эти элементы потому что их можно расположить как удобно то есть их можно вырезать видите они все внахлёст друг на друга идут тык-встык и их можно вырезать прям кусками какими удобно какие нравятся поехали на слайдер топ слайдер то просушили 15-30 секунд и поехали с вами крепить сам слайдер девушка с открытым ртом акригель он очень классно смотрите акригели давайте быстро пройдемся у нас время там еще есть давайте быстро пройдемся с вами по акригелем акригель для моделирования подходит подходит для коррекции подходит подходит как совмещение гель-лак и акригель подходит подходит для чего мы это делаем для того чтобы укрепить свободный край когда ногти достаточно тонкие и гель-лак на некоторых ноготках плохо стоит со свободного края мы можем укрепить под гель-лак можем шикарно носятся сразу говорю пробовала для ремонта акригель подходит подходит для арочного моделирования ну то есть понимаете да чем я говорю акригель это очень классный продукт на самом деле очень классный шикарный продукт который подходит практически для любых целей для любых для моделирования для ремонта для чего угодно я вот не зря я говорю что я очень люблю этот материал он просто вот огонь поэтому попробуйте вы его полюбите плюс акригель еще один огромный плюс огромный плюс он не плывет такой у нас какой-то интересный вариант получился принципе блестки мы тоже можем совмещать как вы видите да совмещать здесь я отрезала чуть больше чем планировала и и можем добавить сбоку шермикон если я найду сейчас какой-нибудь шермикон можно сбоку какой-нибудь потом шермикон добавить и так остатки мы убираем пилкой бафом или nail prep излишки убрала обязательно там где не убираются я могу пройти ультрабондом там где нужно подлезть можно ножничками подлезть можно вот так пройти ультрабондом nail prep девочки и тщательно тщательно прям убрать смотрите остатки и потом весь ноготочек мы уже проходим вот это все берется потом уже после того как мы покроем топом это все уберется у нас при помощи обезжиривания прохожу закрываю все ультрабондом и слайдер топом снова тонко-тонко слайдер топ подсушиваем подсушиваем и сверху мы можем обезжирить наклеить какой-нибудь шермикон не хочется какой-нибудь еще сбоку слова добавить я могу еще приклеить шермикон обязательно ступеньки возле кутикулы не должно быть ни в коем случае ни в каком варианте моделирования не акригель не верхней формы не нижней формы то есть ступенька возле кутикулы у вас это сто процентов пойдет от слой к сто процентов поэтому когда моделируем с вами выкладываем материал очень важно опилить таким образом чтобы у нас с вами возле кутикулы потом не было ступеньки это вот прям прям себе поставьте как первое что отследить ступеньку возле кутикулы все и теперь прикрываем матовым топом тщательно шермикон пригладили и перекрываем матовым топом можно в принципе было приклеить сам слайдер даже без подложки без цвета потому что тоже очень красиво смотрится именно такой формат аля натуры кисточка кисточкой подхожу матовым топом под кутикулу если сомневаетесь почему у меня кисточка какая-то волшебно прямая если сомневаетесь что прокрыли хорошо потому что именно матовый топ если вы не подведете прям до конца границы цвета у вас будет блеск виден все просушиваем окончательно всегда две-три минуты это были у нас слайдеры слайдер сначала я клеила слайдер слайдер вот такой сейчас покажу это нелдресс называется у нас нелдресс 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 вот газетный принт цвет 73 и сверху шермикон шермикон 195 арт лайф давай вот смотрите вот такой у нас вариант получился вот этот остаток нелдресса мы просто обезжиривателем потом тщательно убираем вытираем поэтому если остатки остались ничего страшного с кожи это все потом убирается здесь не переживайте главное на ногтевой пластине все вовремя убрать вот такой вариант ноготочка у нас получился при помощи верхних форм работали мы сегодня с классическим изгибом вот такой вариант у нас с вами получился и акригель акригель да акригель где наш cover и акригель cover акригель cover вот такой формат мы сегодня использовали слайдер топ я обезжирила перед тем как приклеить шермикон вот такой у нас многоточек получился я надеюсь эфир вам понравился был полезен если остались какие-то вопросы пишите мне в директ мы меня можно найти по нику кто не знает queen анастасия nails или в принципе ссылочка будет внизу в комментариях под эфиром либо можно просто анастасия челюбеева пишите мне в директ если остались какие-то вопросы я на них отвечу ультрашайн мне очень нравится обожаю его все всем спасибо за внимание со всеми прощаюсь до следующего эфира